Всем привет! Меня зовут Вера Спирина, и вы на моём канале. И сегодня у меня влог в горах, хайкинг с Верой, нашей пензенской диаспорой Мюнхена. Сейчас мы заберём ещё одного мальчика на Узбанхофе и поедем в Австрию, в Тирольские горы. Сань, пиво будешь? Вон наш мальчик идет. Спрятался от меня. Вер, прекратить. Взял валидол, Диман. Валидол? И корвалол полу. Максим, я только что в предыдущем видео назвала тебя мальчиком, а ты тут про пенсию говоришь. Корвалол, валидол. Валидол, 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 валидол. Мы у начала нашего пути, и сразу трек начинается с очень красивого ущелья Вальхенклам. Вон, Димка уже спустился туда. Димка уже спустился туда. Димка уже спустился туда. Я очень люблю маршруты, которые проходят через лес, не только в открытой местности. Потому что здесь и воздух такой сладкий, и очень красиво. Муравейники гигантские можно найти. Вот уже где-то после 1700 метров высоты начинаются вот такие хвойные кустарники. Да, и одышка, как говорит Максим. И идти уже немного приятнее, потому что прохладнее. Верхняя табличка это наша. Мы сначала поднимемся на Дюрнберг-Йох. И финальная наша цель это Демель-Йох. Давайте я вам немножко расскажу про таблички. Красная точка означает, что это вершина средней сложности. Синяя легкая, черная сложная. Черная означает, что есть участки, где нужно карабкаться или открытые склоны с тросами. Вот. ДАВ это Deutsche Alpenverein, сообщество Альпийской Германии. Именно оно устанавливает вот эти знаки, таблички и делает метки на протяжении всего пути. Также расчищает дороги, если здесь есть какие-то корни или мешающие проходу объекты. А вот смотрите интересный участок, такое тоже часто встречается. Это электрический забор. Вот там написано осторожно под электричеством. И есть, как правило, калиточка для людей. Это делается для того, чтобы животные не могли пройти. Молодцы. Ура! Вон он крест! Мы дошли! Ребята! И вот он самый классный момент за весь поход. Та-дам! Еда на вершине. Та-дам! Та-дам! все мы спускаемся у нас идет спуск вот когда поднимались все были веселые теперь помрачнели весть из полей мы сбились пути никто не хочет слушать меня мы идем по каком-то непонятному пути по австрии назад к парковке надеюсь часа через три дойдем в лучшем случае мы нашли какую-то дорожку и решили срезать к ней по-немецки это называется апкер цинг вон максим справа дима центре и саша впереди слушайте как тихо только колокольчики от коров смотрите какая идиллия хотели бы жить здесь в ущелье среди гор альпийские луга коровы свежее молоко нет интернета нет супермаркетов ничего нет классные осеньки такая расцветка интересная она испугалась лошадки не бойся родная не бойся маленькая мы вечные странники заблудшие в альпийских горах нам сейчас придется снова подниматься наверх короче мы поболтали с местными они сказали что мы сумасшедшие что мы вообще идем по пути по которому очень-очень мало ходит вандерщиков то есть людей которые ходят в горы вот но карта нам помогла найти тропинку и теперь мы будем спускаться я думаю еще часа четыре ну три ладно три вот она еле-еле заметная тропинка еще один водопад и снова водопад а мы вышли на нормальную дорожку и нам осталось еще семь километров чипать до парковки семь километров коров после того сколько мы прошли мы снова вернулись к ущелью смотрите как красивые ребята раздумывают идти купаться или нет вообще-то классно под водой видно да низ возвращаться к ущелью мы не планировали но из-за того что мы так сильно устали и скорее мечтали оказаться в машине мы искали всяческие пути сокращения нашего финального этапа так на глаза нам попала скрытая тропинка мы решили проверить куда она ведет и оказались снова возле ущелья у нас было два пути как добраться до парковки либо возвращаться назад а это значит подниматься наверх и идти приблизительно четыре километра в обход либо найти самый мелкий участок в реке и перейти его вброд и идея казалась разумной максим очень быстро нашел это место спустился со скалы и был готов переходить реку но я посмотрела на все это и поняла что я не справлюсь там очень скользко и опасно я боюсь высоты и нам пришлось разделиться ребята пошли вброд мы с Сашей поднялись назад и прошли эти проклятые четыре километра до парковки но все закончилось прекрасно и ребятам даже не пришлось нас долго ждать чему я очень рада все мы дошли мы это сделали почти восемь часов вечера мы выехали из дома в восемь утра двенадцать часов двенадцать а вот наши ребятки успешно добрались переплавились через речку вы долго ждали? нет, мы здесь наверное правда? да, мы ломанули сначала парковку что потом восемь часов до встречи до встречи я знаю что мне 계ё потому что как и ведь ну Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok